Ксенофобия, расовые предрассудки, корни этого глубоки, но сейчас это расцвело достаточно пышным цветом во многих краях нашей земли, матушки, и в России, и в Украине, и в других странах. Мы сейчас говорим о России и Украине. Благодаря тому, что это расцвело пышным цветом, что разорвались все социальные отношения между людьми, между странами. Между конфессией. Вообще между всеми связями. Все связи, почти все связи порваны. Представьте, вот этих 15 лет глобальной перестройки вообще мира. Не только отношения России и Украины. И вы знаете, мы вернулись в результате феодализма. То есть ксенофобия это феодальное отношение. Свой, чужой. Мое племя, чужое племя. Моя земля, мои кабады, на которых я охочусь. Чужие кабады, чужое племя. И это очень печально, что мы уже как бы замахнулись на то, чтобы устроить коммунизм и вернулись в феодальное общество, в рабовладическое общество. Сколько в Москве и в России рабовладических отношений восстановлено. Потому что приезжает очень много мигрантов из Таджикистана, Узбекистана, из разных стран, и к которым отношение очень нехристианское. А вот нацисты, скинхеды, это несчастные люди. Несчастные люди. Это в основном ребятки из рабочих кварталов. У меня есть песня «Рабочий квартал». Ножи. Понимаете? Рабочий квартал, которым ничего не светит в этой жизни. В этих порванных социальных отношениях сейчас не существует ни в России, ни в Украине социальных лифтов. Я объясняю, что это такое. Это социальный лифт, это когда молодой человек, благодаря своим возможностям интеллектуальным и другим, он может подняться на какой-то высокий социальный уровень. Сейчас это фактически невозможно. Молодежь из рабочих кварталов лишена возможности образования, потому что оно платное. И стоит дикие деньги. Она... И вот молодой этот человек, он уже подняет вот этого скинхеда. Он живет, вот папаша пьет, мать там, понимаешь, несчастная, там, избиваемая тем же отцом. И вся эта жизнь, все эти унылые хрущевки, бетон, ничего, никакой красоты вокруг. Какая-то рождается, конечно, и никакой перспективы у него нет. Что с ним будет? Он видит, что с ним будет, смотря на своего отца, на окружение, на эти помойки бесконечные, на этот безрадостный пейзаж его жизни. И, конечно, у него... А у любого молодого человека у него есть протест в сердце просто. Он очень искренне ко всему относится и честно. И он видит несправедливость. У молодежи вообще очень такая болезненная, такое очень крайне такое нефилософское еще отношение к несправедливости. очень такое прямо глубокое и резкое, и нервное, и все это будоражит вот этого пацана. И он понимает, что ему ничего не светит в этой жизни, у него нет никаких перспектив. Государство о нем не думает, общество о нем не думает, никто ему не подставит плечо, никто ему не даст денег на образование. У него ничего не светит. И он начинает протестовать. И тут появляется какой-то лидер, фашек какой-то, который говорит, вот виноваты в том, как ты живешь, евреи, таджики, узбеки, русские, украинцы, неважно, но люди другой национальности. Это убогие феодальные отношения. Виновата чужое племя. Надо его захватить или побить, или, по крайней мере, что-то с ним сделать. Вот и все. Понимаете, и направление этого социального чувства у молодых людей направляется тем или иным вот таким лидером, да, доморощенным, направляется в сторону насилия. Ну вот печально, печально, но я уже сказал, что чтобы этого не было, этим надо серьезно заниматься и телевидению, и государству, и строить социальные институты, посвященные целиком этой проблеме. Потому что, сказал мой один приятель, хорошо, очень хорошо сказал, национальная проблема, национальная проблема, она решается каждый день. Ее никогда не решить. Никогда. Ну, мы же люди, ребята, у нас есть душа, у нас, в нас есть любовь, у нас есть разум. Но нельзя такими варварскими способами ничего на этой земле исправить. Зло порождает только зло. И мне кажется, это все какой-то фальшивый очень. Не кажется, это просто фальшивые идеи. Фальшивые, фальшивые идеи. Это, вы знаете, лжепророчество такое. Когда появляется лидер, апостол Павел писал, и будет призывать всех к добру, к борьбе за добро и так далее. И таких лидеров, мы знаем, было много. Адольф Гитлер и многие другие. И нации пойдут за ними, и будут их считать светлейшими людьми. А в результате мир просто утонет в крови очередной раз, и все. Потому что всегда на этих санитарах леса найдутся еще более крепкие и мощные санитары. У меня есть товарищ, он актер, ведущий театра на Таганке, Влад Маленко. Он написал книжку Басин. Одну из них я читал, точно не помню. Заглушив свои мопеды, собрались ежи с кинхедой. И что-то там, распушив свои иголки, стали злыми, словно волки. И решили меж собой дать енотам смертный бой. И так хорохорились ежи. Эй, енот, дрожи, дрожи. А между тем два серых волка шли там мимо из гаражей и заметили ежей. И остались от ежей два кеды и пол бапеда, понимаете? То есть на любого ежа с кинхедой найдется пара волков. Настоящие, которые... А в результате этой басни, в конце волки уже начали, вошли в раж, побили ежей с кинхедов, а потом весь лес положили. Вот вся ваша борьба, ребята, вот этим заканчивается. Почитайте эти басни, Влад Маленко, да, очень хорошие басни. Но я призываю вас биться все-таки, быть не санитарами леса, а пойти просто в армию. Пойти в армию, а я знаю, многие с кинхеды туда почему-то не идут. Идать боятся дедовщины. А вы пойдите в армию, защищайте свою страну, замечательную Украину. Идите в спецназ и так далее. Работайте, идите там в ООН, в Кей-ФОР, в войска. Защищайте гуманизм и свободу. Будьте санитарами. Я своим скинхедом питерским тоже говорю. Езжайте, масса, где есть проявить свои скинхедские силы. Пожалуйста, дадут вам оружие в руки. Если у вас мозгами все нормально, будете защищать свою Родину. Это очень важно. Понимать, что ты человек, и что идущий рядом человек другой национальности, он точно такой же человек. И он образ и подобие Божие. И нельзя стадом вот так зло, так жестоко, середно забивать, ну, каких-то там несчастных африканских студентов. Причем ведь скинхеды, как-то странно, не бьются один на один-то. А вот стады, а в этом есть большая трусость. В этом есть много... Не от волков это все, а от шакальства какого-то. Самое сокровенное истинное, сказанное без любви, есть ложь. Ложь, понимаете? Мы стараемся с любовью все говорить и все делать, и не разжигать, а тушить вот эти вот... Даже не тушить, а как бы разбираться в этих проблемах межнациональных. А эти люди, они есть. У нас есть Жириновские, Глеба Павловские в России, которые тоже вот дуют в сторону Украины такое, что у меня уши ввязаны. Ну, просто... Это невозможно слушать. Я на каждом концерте говорю, некоторые политики ссорят наши народы. Эти политики, вот узколобые, да, они ведь вымрут через 20-30 лет, а народы останутся. Народы останутся. И как наши народы будут жить? Будут воевать, что ли, друг с другом? Мне это в голове не укладывается. Или будут бережно и трепетно относиться друг к другу? Вот это важно. Все. Другого пути нет никакого. В ООН не работает. Что хотят, то и творят. Америка пошла войной туда, сюда. Беспаля. В ООН безопасность. Ничего нет. Ничего не работает. Все рушится. К чертовой матери. Прости, Господи. Нам надо об этом думать. Нам надо об этом очень серьезно думать. Всему миру.